Всем привет, дорогие зрители! Конец недели, а это значит, что пора подводить итоги главных новостей из мира PlayStation в еженедельном дайджесте. Представитель Sony в разговоре с японским издателем Games Park подтвердил, что обратная совместимость на PS5 будет поддерживать не только цифровые копии, но и диски с PS4. К сожалению, представитель Sony не уточнил, понадобится ли всегда использовать диск для PS4 при запуске улучшенной версии игры на PlayStation 5. Также Games Park поинтересовались у Sony касательно обратной совместимости с другими консолями PlayStation. Но, к большому сожалению, представитель Sony внятного ответа не дал. Horizon Zero Dawn Forbidden West вряд ли получит трассировку лучей. Специалисты Digital Foundly тщательно проанализировали первый трейлер новой части Horizon и поделились своими наблюдениями. Forbidden West создается на все том же внутреннем движке Guarelia Games с названием Decima, который уже показал когти на PlayStation 4. К слову, более ранняя демонстрация мощи технологий была ограничена производительностью консоли. Но на PlayStation 5 мы увидим большее количество пышной травы, которая плавно колышется на ветру, но в Digital Foundly считают, что работа над данным элементом еще продолжается, так как флора не везде реагирует должным образом. Разработчики увеличили плотность листьев и заметно увеличили количество деталей ландшафта на удалении. Создатели просят обратить внимание на похорошевшие тени, поведение волн и общее поведение воды. Digital Foundly отмечают, что в PlayStation 5 появится аппаратная трассировка лучей, но ее не видно в трейлере. Вероятно, разработчики от нее отказались из-за большого количества сцен с неровными поверхностями. PlayStation бойкотирует Facebook. Компания Sony решила поддержать активистов Stop Hate for Profit и отозвала всю свою рекламу с Facebook и Instagram. Правда, свою активную позицию компания намерена поддерживать всего месяц, до конца июля. Суть движения Stop Hate for Profit связана с тем, что Facebook не удаляет российские комментарии и видео, которые свидетели протестов и беспорядков США ежедневно публикуют на платформе. Цель крупных компаний – проучить Facebook, ведь 90% прибыли социальная сеть делает именно на рекламе. Как говорится, зависть – страшная штука. И потому в ближайший месяц мы не увидим рекламы от компании Sony на таких площадках, как Facebook и Instagram. Глава разработчиков The Last of Us, часть 2, Нил Драгман, рассказал о том, что при создании игр для PlayStation 5, его команде не придется использовать многие хитрости, которые применялись в проектах для PS4. Цитирую. Но нужно понимать, что из консоли PlayStation 4 уже выжили почти все соки. Также хочу отметить, что вице-президент по технологиям компании Epic Games Нил Банвард в разговоре с созданием PlayStation Magazine очень высоко оценил консоль PlayStation 5. Потому будем надеяться на то, что консоль PlayStation 5 как минимум развяжет руки большинству разработчиков и поможет реализовать новые интересные инновационные решения. На этой неделе 29 июня у платной подписки PlayStation Plus состоялся 10-летний юбилей. Компания подвела итоги 10-летней работы, например, тем, что 41,5 миллион пользователей пользовались платной услугой PlayStation Plus во всем мире. Также за весь период существования подписки компания Sony раздала более чем 1000 игр на свои консоли. Также стоит отметить, что в начале месяца в виде некого бонуса в честь юбилея компания раздаст интерактивное кинцо под названием Эрика. И также в сообщении от Sony было сказано, что чуть позже выйдет специальная праздничная тема для консоли PlayStation 4, которую можно будет забрать и установить абсолютно бесплатно, но строго в течение ограниченного времени. Маленький курьез случился с пользователем твиттера под ником Zeus. Ни для кого не секрет, что DualShock 4 можно подключать как к ПК, так и к консоли PlayStation 4, управляя одновременно двумя платформами. В данном случае пользователь играл на ПК, но забыл отключить контроллер от консоли. И в сложившейся ситуации продлил себе PlayStation Plus до 31 года. Весь казус заключается в том, что подписка PlayStation Plus до 31 года ему обошлась в 1017 долларов. Как минимум кто-то больше не будет подключать DualShock ПК. На сайте PlayStation и в PS Store появился новый раздел под названием PlayStation Indies. В разделе представлены инди-проекты и разработчики, которые получат поддержку от компании. К самым ярким проектам можно отнести John Wick, Hex, Deliver Us The Moon, Stray и многие другие. Ubisoft официально анонсировали Hyperscape, условно-бесплатную королевскую битву, которая разрабатывается Ubisoft Monreal. Новая королевская битва в неком урбанистическом антураже от первого лица. Пока что рано делать какие-либо выводы касательно данного проекта. Будем надеяться на то, что Ubisoft как минимум вольют новую кровь в жанр королевских битв. Безусловно игра выйдет на консоль PlayStation 4, но на данный момент нет конкретной информации о дате релиза. И опять же повторюсь, игра будет бесплатной. Календарь основных релизов на консоль PlayStation 4 на июль. 7 июля. Skate XL. 10 числа выходит аж сразу два гоночных симулятора. Формула 1 2020 и Носкар Хэд 5. Долгожданная 17 июля с релизом игры Ghost of Tsushima. Пожалуй, главный релиз июля месяца на консоли PlayStation 4. 21 июля. Rock of Ashes 3. Make a brick. 28 выходит ремейк олдскульного экшена Destroy All Humans. На этой неделе стартовала новая акционная кампания в PlayStation Store под названием «Время игр по сети». Предложением недели стала игра «Средиземье. Тени войны». Для того, чтобы более детально изучить интересные предложения, переходи по ссылке в правом верхнем углу. Друзья, напоминаю, что подписка и лайк – это главная благодарность за проделанную работу. Потому не стесняемся и смело жмакаем. А у меня на этом все. Хочу пожелать вам хорошей грядущей недели. Всем, друзья, до скорого. Пока. Субтитры подогнал «Симон»